Минимальная зарплата будет увеличена на 100 евро в месяц. Плата за сверхурочные часы не будет облагаться налогом. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. А как же будет выполнять правительство указ президента по сокращению бедности? А ведь что тут придумывать? Если мы не можем или не хотим увеличить доходы граждан, давайте их правильно посчитаем. Все, давайте изменим методику подсчета бедных граждан. И, собственно говоря, сейчас над этим работает правительство. Вот оно, ноу-хау. И указы президента выполнены. А то, что у граждан в кармане пусто, это никого не волнует. До конца президентского срока правительство планирует таким образом усидеть. Я просто поплопну. Заделали *** общагу. Заделали чем? Чем заделали, Саня? Баннером, сука, ебанер. Пошли. Даже вход заделал. Даже вход заделал. Пошли, поближе подойдем. Сука, баннер. Сейчас, стой, секунду. Погоди, вот. Парадную, парадную. Стой, вот общага, в которой, по сути, будут жить кто-то у нас. Спортсмены, универсиады и прочие, в принципе, гости пошли. Погоди, баннер. Это Россия. Вот так сажают елки на универсиаду. Без корней. Втыкают вон. О, посадили елку. Будет красиво. Вот так. Озеленяет Волочаевскую развязку. Елочка, мне нравится. Раскуша? Вот красивая. Елочка, блядь, мне нравится. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, время приближает нас к новому 2019 году. Люди! Мы не люди или люди. Мы победили. И победили коммунизм и социализм. Позади насыщенный полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела. Уточняли планы на будущее. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И, конечно, готовились к празднику. А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года. Видим восторженные глазам блэшей. Чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе. И понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство. Абсолютное большинство государственных служащих – честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Не мешало бы подкрепиться, хоть корочкой хлеба. Коркой хлеба угости. Хозяин, три корки хлеба. Просто денег нет. Три корки хлеба? Наил Мухитов, помощник секретаря Совета Безопасности. Получает 2 млн 317 тыс. рублей в месяц. Игорь Левитин, помощник президента, получает 2 508 000 рублей в месяц. Артур Муравьев, полпредпрезидента в Совете Федерации, получает 2 775 000 рублей в месяц. Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности, получает 2 800 000 рублей в месяц. Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президентов, получает 7 125 000 рублей в месяц. Антон Силуанов, министр финансов, получает 7 950 000 рублей в месяц. Денис Монтуров, министр промышленности и торговли, получает 10 783 000 рублей в месяц. Дмитрий Савельев, сенатор от исполнительной власти Тульской области, получает 13 583 000 рублей в месяц. Борис Невзоров, сенатор от исполнительной власти Камчатского края, получает 14 500 000 рублей в месяц. Виталий Богданов, сенатор от исполнительной власти Курской области, получает 18 575 000 рублей в месяц. Александр Бабаков, сенатор от законодательной власти Тамбовской области, получает 26 508 000 рублей в месяц. Владислав Резник, фракция «Единая Россия», получает 26 950 000 рублей в месяц. Юрий Трутник, заместитель председателя правительства полпредпрезидента в Дальневосточном области, получает 29 741 000 рублей в месяц. Леонид Симановский, фракция «Единая Россия», получает 31 433 000 рублей в месяц. Михаил Абызов, министр по делам открытого правительства, получает 43 408 000 рублей в месяц. Григорий Аникеев, фракция «Единая Россия», получает 43 966 000 рублей в месяц. Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа, получает 48 516 000 рублей в месяц. Николай Борцов, фракция «Единая Россия», получает... Вот это еще! Абсолютное большинство государственных служащих честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Нет, это полное падение нравов. Я даже не знаю, что тут не так. Или от голода, или от нищеты, или это просто в крови толкаться, вести себя как животные. Хотя стойте, животные как раз наоборот все делают очень культурно, поэтому даже сравнивать-то и не с кем. Для многих это абсолютно нормально, но потому что мы с вами наблюдаем, как людей кормят с лопаты. Ну, соответствующие отношения. При этом лопата перед тем, как начать кормить, просто стоит на земле. Приятного аппетита. Где лопата? Я не знаю, где лопата. Богатая страна. По телевизору нам рассказывают о нашем величии, а в реальности людей с лопаты кормят. Да еще и в драку это все. Вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще что-нибудь придумали.